Продолжение следует... Но, я думаю, 2-3 года они обнаружат косвенным образом такие гравитационные волны. Когда эти сверхмассивные черные дыры сливаются, то происходит гравитационно-волновой всплеск. Но всплеск происходит на большой длине волны, потому что система из двух объектов, неважно, звезд, черный плед, чего угодно, двух кирпичей, вращающихся в космосе, излучает гравитационную волну на удвоенной орбитальной частоте. И, соответственно, в порядке орбиты у вас будет и длина волны. И поэтому детектор вам нужен примерно такого же размера. Если вы возьмете массу типичных сверхмассивных черных дыр, по 100 миллионов масс Солнца, посмотрите на размер горизонта, получится что-то типа одной астрономической единицы. Соответственно, и детектор у вас должен быть такого же размера, и планируется запуск космического лазерного интерферометра, который будет регистрироваться всплески от таких источников. И, наконец, самый высокочастотный диапазон. Высокочастотный в данном случае это от десятков Гц до килогерца примерно. То есть это, на частоте десятки Гц мы не разговариваем, но теоретически можем слышать какой-то очень низкий звук. Килогерц это примерно частота, на которой мы говорили. Это слияние черных дыр звездных масс и нейтронных звезд. Здесь, соответственно, характерные масштабы уже будут порядка сотен километров. Хочется построить детектор размером 100 километров, но не получается. Очень дорого и очень сложно. И шума там дальше. Поэтому построены детекторы с плечами по 4 километра примерно. Детекторы с плечами по 4 километра, но там есть оптические резонаторы, и луч света бегает в ней, вон запах, и эффективная длина там получается сотни километров. Больше складывать нельзя, потому что шумы растут. И именно вот эти детекторы были построены как плановые детекторы, как большой отрывный коллайдер для Хиггса. Они строились из расчета того, что они должны увидеть как минимум 10 событий за год. Детекторов два, тоже потом их покажу. Это нужно в первую очередь для того, чтобы они проверяли друг друга. И детекторы были включены в сентябре прошлого года. И в статьях, которые сейчас публикуются, представлены результаты 16 совместных дней наблюдений. 16 дней это чистое рабочее время. Вообще период был с 12 сентября по 20 октября. И вот самый мощный всплеск. Во многих сайтах они приводят два всплеска. Но про второй они показывают, что вероятность того, что это случайное шумовое событие слишком высока. Самый мощный всплеск значим. Про значимость я еще попозже скажу. Это данные с двух разных детекторов. С детектора в Хэнфорде и с детектора в Глевингстане. Идентичные сигналы. Растущая, естественно, частота, потому что у вас эти черные дыры сближаются, они сливаются. Частота поэтому растет. Растет интенсивность излучения. И нет сомнений, что это черные дыры. Обратите внимание на то, что они сливаются. Вот максимум, а потом еще есть сигнал. Про это я еще немножко потом скажу. Итак, сейчас есть три существующих детектора такого типа, такого уровня. Это у меня переехало. Вирго это вот там должно быть. Два детектора Лайга, о которых мы сказали. Детектор Вирго в Тоскане. Идею, как вы знаете, в 1962 году предложили чистовой герцинштейн. Используют лазерные интерферонеты для регистрации гравитационных волн. И вот было построено три таких системы. Они прошли стадию апгрейда. Вирго запустится скоро. Пессимистично во второй половине года. Оптимистично в середине года. И к концу года ожидают, что все три детектора будут работать одновременно. Это очень здорово. Вы больше меня знаете о том, что на карте Лайга вот этот флажок – это Нижний Новгород. Этот флажок у меня случайно кликнулся в МГУ. Но вообще это сильный международный проект. Конечно, он в основном американский и финансирование американское. Но лазеры делались в Германии, часть оптики делалась в Австралии. И вообще это сильно раскидывается на планете. Окей. Итак, вот эта общая схема. И идея состоит в том, что у вас бегают лазерные лучи. Вот тут они заперты. И интерферметрическая система настроена так, чтобы при сложении был в ноль. Ничего не было. И если проходит проекционная волна, у вас удлиняется путь. В одном из плеч относительно другого. Происходит рассинхронизация. Вы видите появившийся сигнал. Вы можете провести измерение с совершенно фантастической точностью. Как вы знаете, при размере детектора плеча 4 километра, они могут померить разницу, поймать расстояние меньше размера протона. Детекторов два. Они разнесены примерно на 3000 километров. Беусловно, чтобы удобно считать, соответственно, между ними 10 миллисекунд задержки. Это позволяет, кроме того, что это проверяет один детектор другим, у них немножко разные сетки, потому что они действительно здорово разнесены. 3000 километров это хорошо. Кроме того, это нужно для того, чтобы измерять и определять положение источника на ней. Самая большая проблема, собственно, почему это не было сделано раньше, это достижение высокой чувствительности, а для этого надо бороться с шумами. Высокая чувствительность нужна по следующей причине. Я про таймфу еще скажу, слияние похоже. Но нейтронные звезды сливаются в галактики типа нашей раз в 20 тысяч лет, например. Соответственно, если вы хотите видеть одно событие в год, вам нужно охватить объем, в котором находятся 20 тысяч галактик. Но одно событие в год это 1 плюс-минус 1. Если вы хотите 10 событий в год, значит вам уже нужно охватить 200 тысяч галактик. И отсюда появляется чувствительность, которую детектору надо достигнуть. А мешает передостигнуть разнообразные шумы. И вот здесь показана чувствительность лайга по горизонтальной оси частота, по вертикальной оси амплитуда. И максимальная чувствительность достигается, в этом и была идея, это не случайное событие, на частотах в сотни герц, где как раз ожидается максимум сигнала для черных дыр, но для метров на взверх он тянется немножко подальше, но все равно это область очень высокой чувствительности. Поскольку сигнал меняется постоянно с частотой, то вот эти пики, они не очень вам мешают при наблюдении. Окей, вот это значит два сигнала. И по характеристикам сигнала однозначно можно сказать о полной массе этой системы. И там получается чуть меньше 70 на Солнце, ну или чуть больше 60, что больше нравится. Поскольку частота сигнала задает вам характерный размер, и 60 на Солнце могут быть только черные дыры, вы автоматически получаете массу, чуть-чуть поанализировав кривую, получаете отношение масс, некоторые другие параметры можете вытянуть, и фактически сразу вы получаете расстояние. Вы получаете расстояние по светимости, так называемой космологической, но поскольку объект близкий достаточно, то это, в общем, можно считать и просто расстоянием. Это 400 мегапарсек, чуть больше, 400 мегапарсек это 1 миллиард 300 миллионов световых тканей. По характеру сигнала, по частоте ясно, что это массивные объекты, соответственно, это могут быть только черные дыры. И идет рост амплитуды по мере того, как все они сливаются. А дальше сигнал продолжается после слияния, потому что образовавшаяся черная дыра должна еще вернуться к устойчивой форме. То есть горизонт еще дышит, и вот это устаканивание черной дыры, ее стационарная конфигурация, она не совсем сферически симметрична, потому что вращается, сопровождается излучением, которое и увидели. Соответственно, получилось, что это две черных дыры, достаточно тяжелые. Одна имеет массу где-то 25-30, другая 35-40. Масса Солнца, общая масса, получившаяся с системой, чуть больше 60. Красное смещение, кому интересно, примерно 0,1. Космологическое красное смещение 2 объекта. Отношение сигнала шума 24, значимость больше 5 сигма, я немножко еще об этом остановлюсь. На этом остановлюсь. Можно дать ограничение на то, как вращается черная дыра. Ну, это по-своему интересно, я не буду задерживаться на этом, она не экстремально вращается, и хорошо. Насколько много было выделено энергии? Энергии очень много. В максимуме светимость достигла 10-23 светимости Солнца. 3,6 на 10,56 секунды, это много. Если с чем-то сравнивать, это примерно количество звезд вселенной. Они, естественно, никуда не деваются, они долго светят, но на долю секунды энерговыделения в этом событии превзошло энерговыделение от всех звезд вселенной. Насколько результат достоверен? Для обработки результатов использовалось много разных алгоритмов, которые проспроверялись. Там были совершенно жуткие тесты. Ну, может быть, вы знаете, кратко напомню, потому что это действительно жутко. Несколько лет назад им вбросили сигнал. То есть вот всегда, там тысяча человек, которые выбораться, работают, и три человека на самом верху могут, они обладают такой способностью, магически, выбрасывать сигнал в данные. Они бросили сигнал, и процесс был доведен до выбора заголовка статьи вроде бы. А потом им сказали, молодцы, тест против, пусть все правильно обработали, так и должно быть. Мне кажется, можно сердечный приступ заработать, с ним, как он заработает. Удивительно, кстати, что тогда утечек вроде бы не было видно. То есть люди к достоянности относились очень серьезно, с очень серьезно с этим работали. Здесь несколько, вышло уже около 10 статьи коллабораций Лайго. Часть из них, треть посвящена фирмам, треть посвящена статистике обработки. Важно понимать, что их никто не тянул, на мой взгляд. Сейчас выкладывают результаты, у них нет конкурента, прямого вверга не работает, поэтому они спокойно могли бы еще полгода обрабатывать результат, если бы считали, что он недостаточно хорошо обработан. Насколько хорошо, ну, как бы, все смеются на 5.1 сигма иногда, потому что 5 сигма считается на грани хорошего результата, 5.1, но, тем не менее, соответствует случайному событию такого типа раз в несколько сот тысяч лет. Очень интересный работал алгоритм. Вначале выделялось вообще событие, являющееся кандидатом в какой-то всплеск, а дальше накладывалась ожидаемая форма сигнала от разных слияний. На самом деле, примерно так же мы анализируем какие-нибудь шумы, вот там что-то послышалось, мы думаем, это похоже, вот меня, может быть, зовут, и, значит, мозг крутит, вот это похоже на какое-то шумовое произнесение моего имени, не похоже. Здесь примерно так. События C3, это которые похожи на слияние. Соответственно, вот, произошедший склеск был классифицирован как события C3, и если не влезет в детали, то он вообще должен происходить очень редко, там, вероятность такого события раз в несколько миллионов лет, но более консервативный анализ приводит к одно событие за нескольких сотен тысяч лет. Модель хорошо описывает данные, вот голубенькая теоретическая модель, как должны сливаться черные дыры. Это очень нетривиальная задача посчитать, потому что общая теория относительности очень плохо алгоритмизуется в режиме сильного поля для компьютерного моделирования. Люди долго развивали всякие приближенные модели, но вот вроде бы у них все получилось хорошо и правильно. Где всплыхнул? Детекторы практически все направлены. Один детектор вообще может сказать примерно как мы слышим. Он скажет, скорее это пришло оттуда, чем оттуда. Примерно так. Два детектора с задержкой сигнала это уже гораздо лучше, но они достаточно хорошо, они рисуют полоску на небе, такое кольцо. С большей вероятностью сигнал пришел из южного полушария, вот из этого кусочка, но это довольно большая площадь, несколько сот квадратных градусов, с чем сравнить, но это несколько тысяч лунных дисков, например, или солнечных дисков, что примерно то же самое. Вот разные способы реконструкции, но здесь плохо видно, но это все равно колечко на небе. То есть вот тут лучше видно, что это колечко с более яркой частью, где больше вероятность. Это не очень хорошо для того, чтобы быстро навести туда какие-то другие телескопы и посмотреть, не вспыхнуло ли что-то еще. Поэтому люди ждут третьего детектора, который позволит гораздо точнее определять координат. То есть вообще работа одновременная многих детекторов, она, во-первых, коррелирует данные, позволяет обнаруживать более слабые сигналы, но самое главное позволяет точнее определять направление на их стучнике, поэтому гравитационно-волданных телескопов нужно много для того, чтобы с их помощью заниматься уже астрономией. Не один раз, как в роде общей теории относительности, а двигаться дальше и заниматься регулярными сферами. Насколько удивительна такая пара черных дыр? Черных дыр, вообще говоря, много. В галактике черных дыр должно быть больше 100 миллионов. В нашей галактике во Вселенной самих около 100 миллиардов. Мы знаем большое количество кандидатов черной дыры в двойных системах. Черная дыра нормальная звезда, она может, например, заполнить полость рожи, начать перетекать на черную дыру, образуется диск, есть система пошире, с тяжелыми звездами, есть система маленькая, они в одном масштабе нарисованы, тут не очень хорошо видно, это Солнце и Меркурий, прочитывая размер задачи. Мы видим такие объекты, но, конечно, мы не видим сами черные дыры, мы видим вещество, которое светит вокруг. Что там находится в середине, мы можем делать только ограничения. Интересно, какие массовые этих объекты, опять же, вам плохо видно, поэтому сразу покажу график. это восстановление по 16-й системам функции масс черных дыр. Вот это просто гаусс, мы ее попробовали прописать, если не ошибаюсь. Типичные черные дыры, которые мы знаем, имеют массы 5-10 на Солнце. Это, вообще говоря, гораздо легче, чем то, что вы видели. В этом смысле людям повезло, чем больше масса, тем с большего расстояния мы видим. Насколько вероятно на Солнце.